Всем привет! Мне очень приятно, что вчера такая небольшая экскурсия по моему детству вам понравилась. Хочется продолжить вам рассказывать про свой влог, сегодняшнее путешествие. Все салаты не съедены, подарки подарены, поэтому мы собрали вот такую вот сумку. Она не одна, еще есть несколько. Вот сумка, вода, коляска, дети, родители, все вместе. И мы едем сейчас в город Твери, потому что на самом деле это низина в Израиле, там очень тепло, но сегодня очень ветрено. Будем искать какой-нибудь закуток и будем есть на природе. Остатки Нового года. Все покажу, все покажу. Так вот мамуся замариновывается в машину, там папуся, дедуся. Папа, как называется этот пляж? А я откуда езжу? А как мы поедем? А ты знаешь, как туда ехать просто? Ханин какой-то? Ну ладно, поехали. Ну мы за тобой тогда. Сейчас узнаем. Сейчас я скажу. Папа не знает, говорит, а я откуда знаю, как называется? Ну где мы... Ну он говорит, я знаю, как туда ехать, но я не знаю, как он называется, поэтому... Тамар, Катар, Матар. А блядь, зачем у меня во влоге? Влоги? Во влоге. Я во влоге, блядь. Да. Я не... В нашей семье нет таких вещей. Мы... Влоги. Да, мы не изменяем друг другу. Солнышко, что-то ты это перепутался. Они сейчас едут на бензоправку, нам надо. Поэтому поехали за ним. Мне кажется, это какой-то был Ханин, Ханун. Мишка знает, сейчас я ему позвоню. Вот мы едем в Тверью. Как я вам и говорила, это Низина. Вот мы и спускаемся туда. Уже начали проезжаем через одну из самых опасных деревень в Израиле. Скажем так, арабские... Но это не трущобы, конечно, нет. Это деревня, называется деревня Кана. Здесь очень много живет израильтян арабского происхождения, которые в любые стычки или действия какого-то военного положения выходят на улицу, кидаются бутылками молотого, камнями. Как-то раз мы возвращались с прогулки в Твери, с Хамад-Гадера. Это такие горячие источники. Вот нам запретили проезжать через эту деревню. Попросила полиция проехать в объезд. Потому что здесь на тот момент была небольшая антифада. И арабы, они, значит, тут и на конях скачут флагами, машут часто палестинскими. Это местные чеченцы? Ну, наверное, да. С ними никто не связан. И полиция просто даже в их дома не заходит. Здесь очень много прячется оружия в деревнях. Очень много мафиози живут. И наркотики, наверное, все есть. Ну, полиция на КГБ. Ну, как павелы такие. Да. Вот, иди, зайди вон туда, посмотри, они дом на доме стоят. Да. И сюда никто не суется. По этой дороге все ездят. И евреи это, а внутрь не заезжают. Внутрь не заезжают. Это единственная дорога, по которой вот мы сейчас... Просто это самый короткий путь, чтобы заехать в город Твери. Ну что, продолжаем наше путешествие. Вот, смотрите на их постройки. Два разных дома, но между ними прям реально буквально два метра. Здесь вообще не сантиметра. То есть очень плотная застройка. Очень плотная. Здесь еще не плотная, потому что это центральная дорога. Центральная дорога, земля дорогая и так далее. И поэтому туда никто не суется. Даже полиция. Кстати, полицию, которая сюда направляет в какие-то моменты, да, только арабы. Как говорится, свояка, только свояка сюда пускают. Они сразу к старейшинам идут и там договариваются обо всем. Может, мочила вот такой будет? Да, да, да. Тут не раз происходили разные стычки. Вот это крайний перекресток в этой деревне. Мы из нее выехали. И сейчас повернем направо, в сторону двери. Кашлянуть было обязательно. Извините. Блин. Вот такой у нас был настоящий. С пуками, с кашлями, извините. Как говорится, слова из песни не выжить. Да, Зая? Это озвучка де натураль. Да, де натураль. Ой, папа вот нас ждет. Поедешься. И вот везде ждет нас. Поехали. Ну что, вот хочу вам показать вот эту красоту. Продолжаем спускаться. Но видите. И вот я не знаю, насколько четко видно воду. Но на видео, вот я смотрю, не так сильно передают. Потому что не яркая солнечная погода. Довольно облачно. Но вот смотрите, там это горы, да? И вот это гора. А между ними уже это вода. Вот вода, вот она. Вот, вот, вот. Горизонт воды. А, получалось. Сейчас поближе подъедем, я покажу. Вот видите. Ну, плохо видно, да? Ну, в общем, сам факт. Мы спускаемся к воде. Я говорю, это озеро Кенеры. Так. Туда впадает река Иордан. Так. И там Иоанн Креститель крестил креста. Да, здесь есть вот это святое место, где именно это все было. Туда приезжают очень много паломников со всего мира. Да. Там выдается белый саван. Да, люди раздеваются, им отдаются. На крещение. Ну, а почему окунаются в прорубь? Потому что при крещении три раза окунают человека в воду. Так Иоанн крестил Христа. Кстати, и дали им имя Христос. Вот, смотрите. Любому бизнесу нужна легенда. Вот мы. Видите? Твери написано на иврите. Тиберия. Тиберия. Да. Зая наш. С колечечками. Киркоров стайл. Моё солнышко. Всем подарки вчера подарил, дорогущий. Родителям, да, каждому по 500 долларов подарок вышел. Мне вообще молчу. Четвёртый айфон с двумя сим-картами, один терабайт. Ой, господи, четырнадцатый. Мы, короче, ребята, уезжаем, потому что здесь холодно, ветрено. Мы поехали на ту сторону. Вот. Забор там 22 градуса. Ну, чувствуется, как 17-16. Ничего, всё тепло, нормально. Просто из-за ветра, да? Там не ветрено. Так мы можем там кайфануть. Да, в тот раз там было ветрено, мы сюда приехали. Ну, вот мы приехали. Мне довольно ветер в уши задувает, потому я наделаю шапку. Сейчас вам покажу, чтобы ехать в туалет. Никого нет вообще, никого. Такие горы за мной. Просто никого. Вот так в Израиле празднует Новый год. Никак. Вот мы приехали. Есть туалет? Воды только там нет. Беня, что там такое? Что такое там? Боже ты мой. Класс. Не, ну красота. Давай, ключи я принесу и лови. Я принесу, да? Видите, здесь какие для пенсионеров карты продаются. Большие. Большие. Чтоб всё было хорошо видно, да, дед? Видели? Господи, ветер. Это остатки Нового года. Сейчас будем их доедать. Все в сборе. Вот. Вся семья. Класс. Выехала. Пляж наш. Выехала на Кеневи. Слава Богу. Ой, какой стол красивый. Прелесть. Так я тогда завтра сделаю этот корм и поедем в 12. Да? Мама злится, что папа мало налил. Да не надо говорить такие петли. Не, хватит, хватит, хватит. Ты что, пипеткой наливаешь, папа? Ну, только я откуда знаю, сколько ей надо. Ой, мама моя. Ой, это он натолкнулся. Ну что? Еще есть целая, вот здесь целая кувса, Стас. Ваше здоровье? С Новым Годом. Давай, Лера. Ура! Вдыхаем. Вдыхаем. Мне чай налили, ладно. О-о-о-о-о. Крокодила какого-то. Тянет, смотри. Сом. Сом? Сом? Нет. Сом. Сом? Сом. 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 Они саму вкушают? Они, я не знаю, это христиане. А, у них тоже Новый Год. Рабушки? Да. У них там садок полный рыбы. Завтра сюда приедем. Да, давай. Я не думаю, что это сом. Сом, сом. Сом, сом. Класс. О, а мы приедем, наловим рыбы тут. Папа не выдержал. Венику пришел рыбу. О-о-о. Посмотри. Смотри. Вау. Эй, зе Йофи. Эй, зе Йофи. Камо з мана теме? А ситер? Тейша. Ви, тейша? Тейша вахеттый. О-о-о-ой. Зе тоф. Зе тоф. Ну, бета. Какая красота вообще. Прям вот, знаете, спокойно. Так спокойно на душе, что хочется, чтобы вот это спокойствие и гармония, слияние человека с природой и действительно поистине с правильными, с правильными нашими человеческими инстинктами, любовью, природой. Такое ощущение, знаете, мироздания, чего-то такого божественного, настоящего. Хочется, чтобы это вот у каждого было в 2023 году.